Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача Нить Ариадны. Сегодня в нашей телевизионной психологической гостиной мы будем говорить о постановке жизненных целей и умении достигать их. Почему одни люди добиваются в жизни всего, а другие не могут выполнить из задуманного даже самого простого? Как действует механизм исполнения желаний? Специалисты считают, что для этого, по крайней мере, необходимо знать свои цели в жизни. Куда мы стремимся? Куда мы движемся благодаря тому, что мы делаем каждый день? Что руководит нашей жизнью? Согласитесь, эти и другие вопросы мы задаем себе нечасто и напрасно. По мнению тех же специалистов, многие из нас не могут определить правильно своих жизненных целей и вообще часто не знают, чего же хотят на самом деле. Напоминают тем самым человека, который пришел в магазин и не знает, что же ему купить. Цели у человека в жизни могут быть самые разные, простые и сложные, кратковременные и долгосрочные. То, что ценно для одного человека, может быть совершенно неинтересно для другого. Но и иметь цель в жизни – это еще не самое главное. Главное – уметь достигать этих целей. Итак, сегодня разобраться в этом сложном вопросе нам поможет наша гостья – психолог-консультант, бизнес-тренер Виктория Бурсина. Я с удовольствием представляю нашим телезрителям. Виктория, я знаю, вы очень хорошей практикой, прежде всего. 15 лет проведения тренингов в России и за рубежом говорят о многом. Скажите, какие ошибки чаще всего допускаем мы, вообще все люди, при достижении целей? Говорят, что существует в жизни два смертных греха. Это желать, не действуя, и действовать не имея цели. Поэтому вы видите, насколько вообще важна сама постановка вопроса, как ставить цели, как достигать их. Потому что многие из нас считают, что они знают, куда идут. А многие, ну просто день прошел, и ладно, то есть они не планируют свою жизнь, не стремятся к чему-либо. И если я обычно задаю вопросы, у кого есть цели в жизни? И многие поднимают руки, поднимаются и считают, что у них есть эта цель. А у кого она записана на бумаге? Звучит второй вопрос. И здесь уже гораздо сложнее. То есть эти цели не сформулированы. И когда я их начинаю формулировать, то здесь уже возникают соответствующие затруднения. На самом деле, что я хочу, куда я иду. И есть ли цель в этой цели? Да, и для чего я пришел в этот мир, и ради чего я готов двигаться к этой цели, идти к ней, достигать чего-то, добиваться чего-то. То есть куда я иду, и что вообще-то я хочу в этой жизни достичь. Здесь вызывает большое затруднение. Вопрос очень важен для любого человека и для бизнеса, и просто для каждого из нас, поскольку в одном из американских университетов проводилось исследование. И были выбраны 3% студентов. Это была случайная совершенная выборка, где вот эти 3% должны были ставить цели определенным образом. И через несколько лет эти 3% оказались гораздо более успешны, более продвинуты в своей жизни, нежели вот те 77% вместе взятые. То есть одно уже это говорит о том, насколько важно иметь цель в жизни, идти к ней и добиваться ее. Я где-то читала о том, что цель это то же, что и наше желание, то же самое, что и наша мечта. И мечта осуществленная, то есть это цель, которой добился человек. И желание или мечта неосуществленная, то есть это проблема, это уже проблема. Скажите, а есть все-таки разница какая-то между целью и мечтой и желанием? Мне нравится определение Харви Макея, что такое цель. Он говорит, что цель это мечта, осуществленная к точно назначенному сроку. Поэтому, если ваша цель прописана, в принципе, вот сейчас наши слушатели могли бы записать свои цели, как они видят эту цель в своей жизни. И посмотреть по той схеме, которой мы будем двигаться, как лучше работать над целью. И, безусловно, эта цель должна быть записана в неком позитивном ключе. Это первое такое условие, очень важное, чтобы цель была сформулирована позитивно. Хорошо, мы о этом поговорим несколько позже, более подробно. И прежде чем перейдем к этому вопросу, вот еще такая мысль. Опять же, считается, что если человек мечтает, а это отчасти где-то его цель, мечта и вообще мысли, они материальные, то, мечтая и думая, можно сказать о том, что рано или поздно это осуществится. То есть моя цель рано или поздно осуществится. Тогда стоит ли вообще уделять особое значение каким-то правилам и умению учиться достигать этих целей, если это рано или поздно все равно само собой осуществится? И так ли это, Виктория, на самом деле? Вообще говорят, что мысль материальная. И, безусловно, я согласна с тем, что мысль имеет огромную силу. И она помогает в осуществлении тех целей, которые мы перед собой ставим. Ну, вот мы говорили, что два смертных греха, один из них не действует, имея эту цель, но не действуя. Поэтому все-таки действие является непременным условием, потому что можно бесконечно долго говорить, если бы у меня там был какой-то дом в Швеции, либо машина, либо еще что-то, и ничего не делая при этом, вряд ли это само собой появится. То есть, безусловно, бывают случаи, когда вдруг наши мечты не с того ни с сего раз осуществляются. Взяли и сбылись. Взяли и сбылись. И каждый человек не прилагал никаких усилий к этому. Да, да, да. Но, тем не менее, в основном все-таки это плод каких-то шагов. Знаете, как в том анекдоте, что, Господи, сделай так, чтобы я выиграл машину, да? И так каждый день вдруг небеса развертывается и говорит, ну, ты купи, наконец, лотерейный билет, да? Поэтому нужно все-таки что-то делать для того, чтобы вот эти цели сбывались, мечты осуществлялись. Да. На Бога, надеюсь, я сам не плашай, говорят об этом наши пословицы, или у Бога нет других рук, кроме ваших. То есть надо мечтать, но что-то делать. Прежде чем мы с вами начнем говорить о том, что же такое цель и как правильно добиваться этой цели, я хотела, чтобы мы посмотрели с вами, обратились к мнению прохожих, посмотрели мнение прохожих, к которому мы обратились с вопросом, что вы делаете для того, чтобы ваши мечты сбывались. И потом посмотрим, насколько работа наших людей соответствует правильности или неправильности. Что вы делаете, чтобы ваши мечты сбывались? Ну, учусь много, языки иностранные учу, вот. Ну, стараюсь, так скажем, не приносить другим огорчений. И самое первое условие. Моя, которая не создает проблем другим, сам их не имеет. Что делаем? Ничего не делаем, сбываются сами. Что ты делал, чтобы твои мечты сбывались? Надеюсь и верю. Ой, я даже не знаю, не стараюсь что-нибудь сделать, чтобы что-нибудь сбылось. Если ничего не делать, то они не сбудутся просто. Живу весело и ни о чем не думаю. Все хорошо, мы бодры и веселые. А чтобы наши мечты сбывались, мы их воплощаем в жизнь на самом деле. Работаю над ними. Что вы делаете, чтобы ваши мечты сбывались? Ничего. Что вы можете сказать? Очень интересное мнение. И мне очень нравится такое сравнение, что цели или ваши желания, это все равно, что выбор по каталогу. Здесь существует два способа. Немецкий скучный и русский веселый. То есть, первый немецкий скучный, это когда мы, опять же, четко ставим себе цели, что мы хотим. То есть, мы получаем каталог, мы, предположим, отто или любой другой, по которому мы можем что-то заказать. То есть, мы описываем, что? Размер, предположим, да? Номер модели, расцветку, адрес, куда нам эта модель должна прийти, этот заказ. Телефоны, как с нами связаться, множество других нюансов. То есть, чем точнее мы делаем этот заказ, чем скучнее, подробнее мы сделали этот заказ, тем вернее то, что мы его получим именно в том виде, в котором бы мы его хотели получить. И русский веселый. Это тогда, когда говорят. А вот пришлите мне что-нибудь такое вот очень красивое, чтобы мужу тоже понравилось, но так, чтобы не очень дорого. Ну, в общем, пришлите что-нибудь эдакое, такое. И в результате говорят, ну, хорошо, мы пришлем, и вы получаете то, что вы заказали. То есть, с определенной степенью риска, понравится ли вам то, что вы получили. То есть, как раз мы подошли к тому, что мы формулируем одну цель, а получать мы можем разные результаты. Если мы получаем тот результат, который мы запланировали, который совпадает с нашей целью, то мы довольны этим результатом. И мы ему радуемся, и очень горды тем, что мы достигли этого результата. Но бывает, опять же, знаете, хотели как лучше, а получилось как всегда. И тогда нас это не вполне устраивает. Если вы хотите вырастить дуб, то сажайте дуб. А если вы посадили репку, то не ждите, что вырастет дуб. Виктория, переходим к центральной части нашего разговора, к самой основной. Что такое цель, как ее правильно определить, как каждому человеку найти свою цель, как определить, что вот это именно моя цель, и мне именно ее надо добиваться, чтобы не уйти в сторону и не потратить на это огромное количество лет, усилий и так далее. И в конце концов, как правильно добиваться цели. Несловно, тысячи путей уводят от цели, только один ведет к ней. Поэтому первое, о чем мы уже говорили, судя по сюжету, очень важно именно сформулировать четко, что ты хочешь. Потому что многие из людей, которые были показаны в сюжете, они не четко представляют, не ясно представляют на самом деле даже не цель, а вот ту мечту, о которой мы говорили. Казалось бы, у каждого есть какая-то мечта, да? И жизнь — это океан возможностей. А когда к ним подходят с ложкой, то вы можете получить только то, что вы зачерпнете вот эту чайную ложку. Да, и в лучшем случае кто-то подошел там с ведром побольше. Безусловно, часть людей говорит, что нужно что-то делать для этого, часть говорит, что все само по себе происходит. Ну тут разные варианты подхода к осуществлению целей. Да, и еще один момент, когда мужчина говорил, я стараюсь не делать, не огорчать, или что-то в этом роде, значит, не делать зла другим, и вот это в жизни моя цель. Формулировка может быть несколько другой, позитивная, о чем я говорила, потому что это очень важно. Не делать того-то, то есть формулируют, как правило, либо я хочу чего-либо, либо я не хочу того-то и того-то. Если я говорю, что я не хочу жить в этом доме, я не хочу жить в этом городе, то это равносильно тому, что вы приходите в кассу на вокзал билетную и говорите, дайте мне билет из Москвы. А куда? И получаете то, что вы получаете. Другой разговор, что вы говорите, что я хочу нести добро людям, предположим, я хочу, чтобы моим близким было со мной комфортно, тепло, хорошо. И это моя цель в жизни, чтобы создавать такую атмосферу в моей семье, в моем окружении, очень приятно, очень комфортно. Это уже цель, к которой можно идти, под которую мы можем уже выстраивать какую-то поведенческую стратегию, добиваясь этой цели. Поэтому очень важна формулировка, именно позитивная формулировка, что я хочу, а не чего я не хочу. Второй момент часто идет подмена истинных целей. Например, приходит девушка на консультацию и говорит, я хочу похудеть. Когда ты начинаешь выяснять, с какой целью, почему ты хочешь похудеть. Когда я похудею, я буду нравиться молодым людям. А для чего тебе это нужно? Тогда я смогу выйти замуж. То есть какая у тебя цель? Похудеть или выйти замуж? Выйти замуж. То есть идет некая подмена целей. А для этого, может быть, ей вовсе не нужно худеть. Но для этой цели она не предпринимает ни малейших усилий. То есть для того, чтобы похудеть. Она предпринимает только для того, чтобы похудеть, а не для того, чтобы выйти замуж. Поэтому, безусловно, эта цель остается недостигнутой. И результат, который она получит похудеет, будет совсем не тем, который она ожидает. Замуж она не выйдет. Она может так и не выйти, потому что она не предпринимает никаких шагов именно в данном направлении. А идет подмена целей. Вот это очень важно все-таки прояснить, что ты хочешь на самом деле. То есть определить эту цель и потом уже расписывать конкретные шаги, которыми ты пойдешь к этой цели. А как узнать, как найти свою цель в жизни, как не ошибиться? Во-первых, наверное, у каждой миссии и у каждого своя цель. Безусловно, что для тебя важно в данный момент. В предисловии говорили, что бывают семиминутные какие-то желания, на которых мы не будем останавливаться. Это тоже маленькие цели. В общем-то, их тоже можно выполнять. Возможно, но стоит ли... То есть они могут как раз и осуществляться сами по себе. Не столько усилий прикладывать, возможно. То есть цель это все-таки что-то более глобальное, может быть, более значимое в жизни человека. Более важное, не всегда глобальное, но более для тебя значимое и ценное. И поэтому очень важно еще убедиться, что эта цель зависит именно от вас. Кто будет реализовать вашу цель? Потому что если вы говорите, я хочу, чтобы, предположим, моя дочь хорошо училась, то, извините, это не ваша цель. Это цель вашей дочери. Вам нужно определить, ваша ли эта цель. Кто будет ее осуществлять, чтобы не было, опять же, каких-то разочарований в дальнейшем, чтобы вы не получили того результата, на который рассчитывали. То есть определяя цель, мы должны рассчитывать на то, что мы сами и будем ее осуществлять, а не кто-то другой. Не кто-то другой, потому что это ваша цель. То, чтобы папа купил у меня машину, да? Да. То есть это не ваша цель, это цель папы. Да, совершенно. Это могут быть совершенно другие цели, поэтому не надо обижаться. И вы можете рассчитывать на это сколько угодно, и ничего не предпринимайте в этом случае. Далее очень важно, чтобы посмотреть, как вы поймете, что достигли этого результата. Потому что многие пробегают мимо целей. Они в погоне или в работе над этой целью, они могут не заметить этого результата и проскочить. Потому что цель уже достигнута. Цель уже достигнута. А они, да, не зафиксировались, что вот. То есть что вы поймете, почувствуете, ощутите, услышите, какие чувства будете испытывать, когда цель будет достигнута. Это очень важно. Отследить. Вот он тут, да, профиоз, вот я ее достиг цели. Если вы мысленно отследите, какие чувства будете испытывать, что вам это даст, вы можете как раз и понять, ваша это цель или нет. Если чувства, если вы себя как бы вот немножко подвинете в будущее, закинете крючок в будущее и побудете там, когда вы достигли этой цели, почувствуете, насколько это классно для вас, хорошо, а может быть, вы другие совершенно чувства будете испытывать. И тогда тоже можно подумать, что достигнув этой цели, человек получит массу негативного и разочарования. Да, да, это очень важно. Чтобы понять, ваша это цель или нет. Может быть, вы больше потеряете, нежели приобретете, достигнув этой цели. Мне кажется, что это очень сложный процесс на самом деле. Вот так вот заглянуть в будущее и определить, твое, не твое, получится, не получится, хорошо будет или плохо. Очень многие люди, мне кажется, идут по пути достижения и идут себе. Главное, чтобы вот этот путь был, чтобы он был пройден. И этим самым уже ставят, мы ставим себе какую-то галочку в своей жизни, что да, мы движемся в нужном направлении, и если мы достигли цели, то это уже хорошо. То есть это на самом деле мы часто занимаемся, наверное, самообманом. Может быть. В жизни стоит ставить две цели. Это достижение той цели, к которой вы пришли. И вторая цель – это умение радоваться этому достижению. Это очень важно, потому что мы как бы снова ставим и снова бежим. Мы не даём себе момент удовлетворения тем, что вы достигли. Хвалить себя, смотрите, как классно. Или сделать акцент. Если что-то не то, то быть гибким в этом направлении – это очень важно. Потому что можно пробивать стену головой, идти к этой цели, грубо говоря, по трупам. И что вы будете в результате иметь? Либо всё-таки смотреть и как-то корректировать свои цели в зависимости от сложившейся ситуации. Потому что новый человек, который достаточно гибок, достаточно умён для того, чтобы корректировать те направления, которые ведут именно к этому результату, который вы хотите достичь. То есть нельзя ломать всё на своём пути и мешать другим людям при достижении своей цели. Безусловно. Потому что эта цель, в общем-то, не совсем истинная, как мне кажется. Хорошо. Виктория, какие шаги, вот просто конкретные шаги, стоит предпринимать человеку по достижению какой-то цели? Вот такую небольшую практику. Вы уже немного об этом сказали, что, во-первых, нужно позитивно ставить эту цель. Лучше её прописать конкретно, конкретно наметить себе цель в позитиве, чтобы она была без частиц и небес этих отрицательных частиц. Лучше её написать, что дальше. Очень важно также посмотреть по времени, потому что, опять же, мы не ставим временных каких-то рамок. То есть, когда вы планируете, что эта цель будет достигнута? Ну, условно, разбив предварительный этап, если это большая какая-то цель. То есть, знаете, как съесть слона, да? Всего сразу невозможно, то есть нужно по частичкам. То же самое касается вашей цели. То есть шаг первый, шаг второй, шаг третий. И временные какие-то границы, когда, какой шаг, к какому времени вы планируете выполнить. Это очень важно. Также вот эти три условия. Когда, где, потому что, ну, разные цели, может быть. Я хочу работать, предположим, на Крайнем Севере или на Знойном Юге. То есть это тоже очень важно прописать, где ты хочешь, чтобы твоя мечта, твоя цель осуществилась. С кем? То есть какие люди должны тебя окружать? Кто, возможно, будет участвовать, либо помогать, либо какой-то совет может дать? Вот в воплощении твоих целей. То есть для всех ли твоя, опять же, цель будет принемлема? Возможно, цель, допустим, молодой мамочки изучить английский язык, а цель ее мужа, чтобы, придя с работы, там, был готов ужин. Да, вкусный ужин. Да, чтобы жена была дома. С ребенком. И тогда нужно соотносить вот с целями других людей и посмотреть, как на данном этапе реально ли осуществление этих целей. То есть очень важно вот еще просчитать все вот эти моменты. То есть насколько я поняла, наша цель, цель, которую мы ставим перед собой, должна быть очень подробно расписана. Вот просто как фильм по кадрам должен быть снят подробно, с точным указанием места, времени, действия, действующих лиц, цвета и запаха. То есть чем конкретнее, да? Да, тем считается, что вы получите именно тот результат, который вы бы хотели получить. Хотя существует разное совершенно мнение. Я говорю, что стоит только сделать заказ, как на небесную кухню, и это все тебе придет само. Но, возможно, и такие случаи бывают. Тем не менее, я думаю, что какие-то шаги для этого все-таки необходимо. Да, мы об этом сегодня уже говорили, о небесной кухне. Итак, предлагаю еще посмотреть, посмотрите еще один наш блиц-опрос. Мы обратились к нашим прохожим с вопросом о том, что помогает и что мешает им в достижении целей. Вот какие ответы мы получили. А что вам помогает и мешает в достижении ваших целей? Ну, помогает, наверное, желание в достижении своих целей, а мешает ленивость, отсутствие терпения. Что мешает? Ребенок на данный момент мешает. Много времени. А помогает? Ну, не знаю, наверное, думаю, что вот скоро подрастет немного и начну тогда осуществлять свои цели. Сильные вопросы. Деньги. Помогают? Помогают. А мешают? А мешают их отсутствие. Да ничего не мешает. А помогают дети. В достижении моих целей. Ну, скорее всего, больше финансовая нехватка. Больше всего. Больше всего. А помогает. Помогает? Наверное, поддержка близких, родных. Помогают люди, которые меня окружают. Они помогают. А в достижении моих целей мешают финансовые трудности на самом деле? А помогает. А помогает тоже финансово. А что помогает и мешает в достижении ваших целей? Ну, люди иногда встречаются. Сами понимаете, какие. И тогда, в принципе, она помогает. Знания, профессионализм. Стремление, наверное, к чему-то. Вера. Если хочешь чего-то, то добьешься, если хочешь этого. Итак, Виктория, что необходимо? Какие средства, какие силы необходимы для того, чтобы добиться своих целей? Потому что все-таки цели бывают достаточно сложные. Не всегда хватает и внутренних ресурсов, и энергии. Кому-то денег. Да, да, безусловно. Могут быть различные ограничения на пути в достижении цели. Это совершенно естественно. И это могут быть, вот уже говорили наши слушатели, наши телезрители на улице, о том, что не хватает финансовых ресурсов. Они же помогают, и отсутствие их мешает достижению целей. Кто-то говорил, что люди не те встречаются. То есть это некие такие внешние, что ли, внешние ограничения, которые людям мешают. Никто, по-моему, не говорил о каких-то внутренних ограничениях, на самом деле. Самых главных, наверняка. Да, самых главных, что на самом деле мешаем мы сами. Наши убеждения, либо предубеждения, это в основном то, что нам мешает. Потому что когда мы очень сильно замотивированы на достижении цели, и когда нам действительно это необходимо, то мы находим и финансовые ресурсы, и все, что угодно для того, чтобы этой цели достичь. То есть на самом деле самый главный ресурс находится внутри нас. И очень важно его активизировать и вдохновлять себя на достижение вот этой цели, брать ответственность за то, что мы хотим в жизни достичь. И уже тогда никто, ни люди, которые нас окружают, не будут нам мешать ни отсутствию финансовых средств, потому что тогда человек изыщет резервы, как найти эти финансовые средства для достижения этой цели. То есть здесь тоже надо быть честным по отношению к себе, сесть и подумать, как я могу достичь того или другого, есть ли у меня для этого ресурсы. Но вот если очень хочется, а как бы средств нет, то надо этим можно... Значит, нужно поставить цель, как добыть эти средства для того, чтобы дальше двигаться к своей цели. То, о чем мы говорили, то есть пункт первый, да. Значит, что нужно? Нужны средства. Значит, каким образом я могу получить доступ к этим ресурсам, к этим средствам? Нужна другая работа, да? Вы должны высоко оплачивать, более оплачивать работу. Значит, эту работу нужно искать, да? Возможно. Возможно, нужно прийти на свою работу, взять потечный кредит и еще что-то в этом роде. То есть разные варианты для разных людей. Безусловно, каждый сам принимает ответственность за воплощение в жизни своей цели. Это твоя цель, она принадлежит тебе, а не кому-то. То есть только ты можешь ее достичь. Поэтому только ты должен думать, какие ресурсы тебе могут в этом помочь и как ты найдешь к ним доступ. Спасибо, Виктория. У нас до окончания передачи осталось несколько минут. И по традиции такое пожелание, совет нашим телезрителям от специалистов. Что бы вы могли пожелать всем, кто нас смотрит сейчас? Как правильно ставить свои цели? Как достигать их? Во-первых, я просто предлагаю начать записывать вот эти свои цели и попробовать работать по той схеме, которую мы сейчас хотя бы коротко попытались обозначить. И вы поймете, насколько увлекательный этот процесс. Хотя бы план на неделю, цели на неделю, может быть, для начала не слишком сложные. Ну, кто как хочет. Ну, и сразу глобально запретов нет на это. И вы будете поражены тем результатом, которые будут с вами происходить. Потому что этот процесс вас наверняка захватит, увлечет, вам покажется очень интересным. И вы увидите, насколько быстрее вы идете вперед, и насколько вы с исполнением вот этих своих целей будете меняться сами. Потому что это и дисциплинирует, это вводит на новый какой-то жизненный уровень. Это совершенно другое мировоззрение, другой взгляд и другое окружение в жизни. По крайней мере, почему бы не попытаться даже поиграть в такую игру, если уж не придавать этому большой серьезности, и посмотреть, что получится. Что же за то получится. Спасибо вам огромное, Виктория. Дорогие друзья, наша передача на этом заканчивается. Хочу только сказать, что не бойтесь мечтать. Ставьте перед собой любые цели, любые задачи. Мечтайте. Главное, чтобы ваши цели были добрыми, созидательными. И чтобы они приносили счастье, радость вашим близким, знакомым и, конечно же, вам. До свидания, до новых встреч и будьте счастливы.